И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и я сегодня записываю новый ролик. Давно у нас не было никаких таких интересных роликов. Сегодня я решил сделать обзор комплекта, который в принципе в теории был у нас в игре. Это комплект Бульдозер, и один раз в игре у нас появлялся этот комплект, на котором краска стояла кислота. Как вы знаете, что у меня данная красочка имеется, и я подумал, почему бы и не записать данный комплектик. Давно я об этом думал, и наконец-таки собрался с мыслями сделать именно такой ролик. Поэтому сегодня потестим Мамонта Грома, именно комплект Бульдозер, который сейчас у нас уже в игре не появляется какое-то определенное время. Но сегодня мы его потестим, посмотрим, насколько он вообще четкий. И, ребят, обязательно поставьте сейчас палец вверх на данный ролик, если вам нравятся всякие обзоры комплектов и тому прочего. И напишите в комментарии, какой комплектик вы бы хотели, чтобы я затестировал следующий. Потому что вооружение есть, что-то интересное, что-то, не знаю, субъективное смогу вам рассказать. Сейчас скажу плюсы и минусы вооружения, и, в принципе, дам совет, брать данное вооружение или нет. Поэтому обязательно, ребят, пишите в комментарии. Ну, а мы, в принципе, будем начинать. Думаю, что я сегодня покатаю одну такую каточку в матчмейкинге. Думал я о режиме боя, и почему бы и не пойти именно-таки на Мамонта Громе поиграть в ТДМки, так как большой корпус, много ХП, плюс пушка дальнего боя. Я думаю, что если мне закинет в какую-нибудь ТДМочку, то данное вооружение именно-таки очень-таки жестко сможет зарешать, показать себя, посмотреть вообще, в принципе, насколько актуален тяжелый корпус у нас в матчмейкинге. И понятное дело, что тяжелый корпус не будет актуален где-нибудь в том же режиме захват флага, если вы, конечно, не будете стоять на флагштоке и, то есть, дефить свой флаг. Поэтому как-то так. Я смотрю, что у нас каточку не прогружает, поэтому я сейчас остановлю запись, и как только я все сделаю, мы продолжим. Так, наконец-таки, ребятки, я прогрузился. Каточку, конечно, мне тут подобрало не самую актуальную под данное вооружение, но, в принципе, если сравнивать ее с режимом именно-таки боя, тогда можно будет и поиграть на такой карте. Сейчас попробуем найти какую-нибудь жесткую позицию для данного вооружения. Все-таки у нас большой медленный корпус, который будет не такой быстрый относительно того же даже Викинга. Надо где-то засейвиться, и можно будет хорошо понаносить урон. Все-таки давно уже никто не тестировал именно-таки данный комплектик, помню, все пытались закликбейтить даже на нем, на этой кислоте, и у кого-то даже это получалось, но тут все сложилось, все есть, и, наконец-таки, дошло у меня дело именно-таки до записи ролики данного комплекта. Поэтому, если вы еще, ребят, не поставили лайкос на данный ролик, то обязательно-обязательно поставьте. Возможно-таки что-то еще годное такое запишем, поэтому, как я уже и сказал, обязательно в комментарии пишите, какой комплектик хотели бы вы, чтобы мы потестировали дальше. Что касаемо боя, то закинул он меня на солик, как я уже и сказал. Вот 10-9 мы пока проигрываем, попытаемся его вытянуть. Резистов как раз-таки от грома не так много, это значит, что я буду, в принципе, полезен команде, и надо только вытягивать, вытягивать моменты, пока мой мамонт огромно гибает на ура. Пойдем, наверное, нарез к противнику, потому что я смотрю, что именно там много киллов у нас можно-таки понабивать. Еще у нас овердрайв по центру падает, хотя у меня уже до своего овердрайва осталось 10%. Может быть... Ах, ези, да забрало. Я хотел постоять, посейвить именно эту коробочку, и потом бы забрать можно было бы, и получилось бы у меня два овердрайва. Но в итоге не получилось сделать так, как я хотел. Сейчас прохаваем аптечку. Я думаю, сейчас надо успеть-успеть набить на овердрайв. Есть овердрайв. Не успею только уехать. И плохо, плохо отдаюсь я. 9 на 2 по счету. Неплохой счет для мамонта грома. И, в принципе, я думаю, что данное вооружение будет актуально в штурме также за деф. За атаку, конечно, на нем играть будет глупо. А вот в дефе такое вооружение тоже очень-таки может сильно зайти. Там, по сути, та же самая ТДМ-ка. Вам надо быстро набивать киллы. Что касаемо грома, гром сейчас очень-таки хороший. И тяжелый корпус именно таки мамонт тоже хорошо подходит для данного формата боя. А так, в принципе, если подумать, то, конечно, на мамонта громе можно играть в любом режиме матчмейкинга. Все зависит от того, что вы будете делать на карте. Безусловно, с таким вооружением стоит играть от дефа, помогать обороне. Если это захват флага, то вы будете защищать свой флаг. Если это будут точки, то есть даже моменты, где вы можете просто стоять на одной точке, накидывать урон по другим точкам. То есть вы стоите на одной, контролируете ее и накидываете по другим. И в итоге получается, что у вас тоже КПД очень-таки хорошее. Я вот даже смотрю, что у нас кто-то играет тоже на таком комплектике. Конечно, не в жесткой нагибаторской красочке и не с хорошим резистом, но все-таки тоже на данном вооружении играет на маршале. Молодец парниша. Ну а нам надо только выиграть данный боечек. Осталось у нас 5 минут до конца. Попробуем сейчас где-нибудь у них на базе зашкериться. Если у меня это получится, было бы неплохо вот заехать туда, где стоит там наш хантерогром на этой кемперке. И оттуда уже понаносить жесткий нагибаторский урон. Поэтому давайте попробуем. Если у меня получится, то будет прикольно. Будет прикольно. Никогда я, ребят, не записывал именно такие тест-комплектов на больших жирных корпусах, на самых тяжелых. Поэтому для меня вообще такой определенный опыт. И, в принципе, интересный момент, как это все дело именно-таки реализовать. Мне очень-таки жестко нравится. Проходит у нас крит-ошибочка. Не знаю, с чем это связано. Ага, у меня даже пушка не наносит урон. Прикольно. Второй раз уже происходит какая-то сегодня ошибка в игре. И это очень-таки, конечно, печально, что она у нас происходит. Поэтому сейчас я быстренько обновлюсь. И думаю, что мы продолжим. Ну что, ребят, продолжаем. Так я не прогрузился в ту каточку. Не знаю, что у нас происходит сегодня с ТО. Но уже я заметил определенные баги с матчмейкингом. Ошибки, после которых невозможно вернуться обратно в бой. Поэтому закинуло меня на борду. Резистов от грома здесь, конечно, очень-таки много. Постараемся вытянуть данную каточку. Тот фрагментик мы тоже вставим. Потому что я серьезно не понимаю, что у нас происходит сейчас в игре. Возможно, если я каким-то образом узнаю, что это вообще за фигня, что за баг. Или вообще, в принципе, с чем связаны эти лаги. То я обязательно об этом расскажу. Но пока для меня это загадка. И если вы знаете, то обязательно отпишите по этому поводу в комментарии. Встречались ли вам такие лаги в последнее время в игре. Для меня они какие-то новые. И сегодня явно они только появились. Потому что вчера таких лагов точно у нас не было. Ну ладно, давайте по каточке. Залетел я на борду ТДМ. Как я и сказал, что в ТДМке данное вооружение нагибает намного-таки лучше, чем в любом другом режиме. Ну, за исключением штурма такого же самого за синюю базу, я имею в виду. Поэтому постараемся вытянуть данный бой. Надеюсь, что никаких багов, лагов не произойдет в этой катке. И все будет четко, нагибаторски и круто. И я постараюсь забрать первое место на данном комплекте. Я думаю, что это вполне реально сделать. Поэтому давайте попробуем. До конца боя у нас осталось 6,5 минуточек. И я думаю, что это вполне реально. Поэтому как-то так. Также, ребят, хотелось бы у вас спросить ваше мнение. Какого рода вы вообще хотели бы видеть ролики на моем канале? Если у вас есть определенные какие-то мысли интересные. Те же самые комплекты, как я уже сказал в начале данного ролика. И если вы хотите что-то определенное видеть на моем канале, то тоже можете по этому поводу обязательно таки отписать в комментарии. Я обязательно все ваши комментарии прочитаю. Если будет что-то мне непонятно в вашем комментарии, то я обязательно спрошу, что вы имели в виду. И вы ответите, поясните, в чем суть именно таки вашего комментария. Что вы хотели им вырезать. И все в этом духе. Поэтому как-то так. В бою мы ведем со счетом 30-18. Очень хороший уже отрыв начинается. И я думаю, что в принципе было бы логично сейчас уже поехать на вражескую базу. Попробовать засейвить где-нибудь вот здесь, возле этого домика. И понакидывать этот жесткий урон. Ну, резистов, конечно, от грома сейчас в этом бою много. Но, в принципе, если я буду находить игроков, которые, например, не включают расходку. Или же вот таких вот всяких нагибаторских васпорей. То данный комплект будет полностью окупать именно таки свое пребывание на данной карте. И даже не только просто пытаться что-то сделать, а реально приносить пользу команде. Поэтому как-то так. Довольно-таки интересный комплект. Как я уже сказал, я на нем, в принципе, до этого не катал. И вообще, в принципе, не играл на мамонте довольно-таки продолжительное время. Так как ни для кого не секрет, что данный корпус в игре у нас сейчас вообще, в принципе, не актуален. И играть на нем, по большей части, вообще, в принципе, незачем. Так как хп-шка у него такая же самая, как у Титана. Но скорость намного-таки медленнее. Единственный плюс мамонта в наше время, это то, что у него за счет более широкого корпуса можно именно-таки попытаться задефать флажок лучше. Но хотя это все миф, и я уверен в том, что на Титане ничем не хуже можно задефать флажок. Хотя некоторые игроки считают наоборот. Ну а гром это, конечно, пушка, которая в наше время, именно-таки вот на данный момент по физике игре, является одной из самых лучших пушек дальнего боя. И поэтому данный комплект вообще целиком и полностью сочетается. И я думаю, что если вы думаете, например, покупать данный комплект или нет, то обязательно я вам советую его приобрести. Как я уже в прошлой каточке на Соликамске играл, у парня на Маршале был такой комплект, и он довольно-таки круто себя проявлял в бою, за счет того, что уже на Маршале у него имеется хорошее вооружение. Если оно у него еще прокачано до М4, то в принципе в любом матчмейкинговом бою в режиме ТДМ или Штурме за синюю базу вы будете жестко-таки нагибать и жестко набирать опыт, а также фармить кристаллы. Поэтому данный комплект не является плохим комплектом. И если вы думаете, что вам брать, вот в принципе хороший комплект для тех игроков, которые не любят быстро ездить, не любят быстро передвигаться по карте, любят постоять на какой-то определенной одной точке, хотя, как видите, я на этом мамонте очень-таки много здесь езжу по карте, потому что хп-шки много, не так, конечно, это все быстро, но спокойно-таки передвигаюсь по карте, наношу урон и при этом сохраняю свое здоровье почти на максимальном... на максимальной возможности. Поэтому как-то так. 2,5 минуты у нас до конца боя остается, 30 киллов до конца катки, и в принципе все, что я хотел сказать уже по данному комплекту, я сказал. Реально крутой комплект, при том, что комплект в кислоте, который был бы вообще просто нереальнейший крутым, и многие бы хотели иметь именно данный комплект с такой красочкой, но данную красочку у нас в игре можно только-таки выиграть в турнирах, и пока что она у меня еще, ребят, есть в гараже, поэтому я себе могу позволить на ней поиграть, но если вы думаете, как вам получить эту данную кислоту, то вам просто надо участвовать в турнирах, в турнирах TOFA, именно такие турнирах, где у нас проводятся именно турниры на второй линейке, на вооружение именно такие, очень-таки разнообразном, и поэтому собирайте команду, участвуйте в турнирах, выигрывайте, если у вас, например, нет команды, и вы думаете, блин, как мне получить данную краску, если у меня нет команды, то есть у нас в таких турнирах даже подразделения на соло и тандем, поэтому если вы играете, например, со своим другом, то вы можете спокойно пойти в тандем, если вы одиночка и не любите ни с кем вместе играть, то для вас как раз-таки этот сольный режим очень-таки хорошо подойдет. И, ребят, вы не думайте, что, например, вы не сможете там выиграть или что-то еще у вас не получится, обязательно попробуйте, попробуйте именно турнир на прочность, можно таки сказать, поэкспериментируйте, для вас это будет, безусловно, опыт, и, безусловно, вы получите только положительные эмоции, и я знаю это, как никто другой, хотя, в принципе, достичь успеха очень-таки тяжело, не так просто, как вы думаете. Поэтому как-то так. Спасибо, ребят, всем за данный ролик, я думаю, что он вам-таки понравился, если вы еще не поставили лайкос, то обязательно поставьте, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, также, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать все нагибаторские ролики и также стримы, которые у нас тоже проходят очень-таки часто, по вечерам. Ну, а у меня на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели, всем удачи и всем пока.